Особое мнение на 101FM Владислава Попова о том, что отмена ЕНВД может привести к росту безработицы. Что говорит бизнес-эмбудсмен? Мы с ужасом прогнозируем ситуацию, как минимум она приведет к росту безработных, волнению в районах и потере муниципалитетами значительной доли своих доходов. Согласны ли вы с таким утверждением? И почему вы думаете, оно вообще имеет место быть? Что имеет место быть? Такое утверждение, что отмена ЕНВД приведет к росту безработицы. Владислав в этом во многом прав, естественно. Потому что, естественно, мы уже с вами обсуждали в прошлый раз, что ЕНВД это как раз очень легко администрируемый налог, который исчисляется из квадратных метров. Из зависимости... Площади торговой. Площади торговой, да. Поэтому предприниматель, зная, сколько у него метров, он знает, сколько платить. И он, к сожалению, сегодня бизнес выживает. И говорить о какой-то прибыли или доходах... Просто это смешно, это даже не обсуждается. В торговле конкуренция сейчас очень серьезная. И вы это все видите, не распродажи и так далее. В магазинах магазины заманивают покупателя любым способом, чтобы он пришел. Поэтому насчет выживаемости, конечно, очень тяжело. И усугубляет эта ситуация, это увеличение и вообще начало введения в налоговый оборот торговых площадей, которые раньше не платили предприниматели о том, что мы просто разговаривали. То есть налог на имущество у нас начинает вводиться, ну, как-то планово, но в любом случае он доберется и до районов. Мы в районах ограничиваем предложение депутата в законодательстве собрания или торгово-промышленной палаты 200 метров. Фактически мы с двух сторон сначала, значит, и налог на имущество вводим, и еще заставляем платить минимальный налог. Даже если у нас будут доходы минус расходы, у нас будет 1% с оборотом. Это минимальное то, что предприниматель должен заплатить. Все, конечно, сейчас будут считать. И что будет дальше? Позиция омутсмена всей страны, она вот такая. То есть региональные бюджеты будут терять. Это точно почему? Потому что переходный процесс, он всегда вводит смуту. И кто-то долгое время будет думать, что дальше делать, работать, не работать и так далее. Поэтому не дай бог жить в таком цейкноте, который сейчас творится с налогами. Это очень-очень нехорошая тенденция. Согласны ли вы действительно, что введение, что вот ситуация такого цейкнота приведет к тому, что многие предприниматели, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса, закроют свое дело? Я бы так совсем прямо не считал. Дело в том, что вот то среднее малое предпринимательство у нас возникло с 90-х, когда работники социальной сферы пошли быть челноками еще кем-то. Они потом чуть-чуть подросли, купили свои площади. То есть мы им тогда, в 2003-м, в начале 2000-х создали условия для того, чтобы предпринимательство как-то возникло. И в итоге получается, что мы их растили-растили и сейчас обманули. То есть мы ввели новые налоги. То есть давайте тогда они вернутся в учителей, создадим им хорошую зарплату в учителях, врачей вернутся. Но ведь они навык уже потеряли. Получается, что мы их обманули. Вот самое печальное в этом, что мы их пригласили в бизнес, а теперь, ну вы молодцы, что-то купили, что-то там работаете, а теперь начинаете платить, как мы хотим. А как мы хотим, предприниматель сегодня не может платить. Экономика не показывает таких результатов, что у нас повысился спрос, особенно в регионе в нашем. Тогда причина вообще ввода, вернее, отмены ЕНВД в чем заключается? Обоснование какое экономическое? Первую причину говорят, что он вводился на какой-то ограниченный срок. То есть всех предупреждали? Да, типа, ну вот попользуйтесь, а потом будете как все. Вот к этому времени, значит, мы должны были из малых вырасти в больших, из больших, в крупных, из крупных. Но временной лаг, если в западных странах строили экономический рынок 200 лет, мы пытаемся построить это за 20-30 лет, с конца 90-х. Поэтому... То есть малыши еще не доросли? Не доросли. И сейчас отмены этого налога вполне возможны и закроются. Возможно, что закроются. Кто-то пойдет наниматься, кто-то площади просто сдаст в аренду. Но ведь сейчас в аренду тоже возникнет налог на имущество, которого не было, если он заменялся другими видами налогов, а налога на имущество не было. Сейчас его платить. То есть сейчас имеешь плоти, хотя ты, в общем-то, там, скарб свой, значит, всю жизнь экономил, создавал какой-то, значит, вот свой магазин или еще что-то, отказывал себя во всем. Предприниматель, нет там никакой прибыльности космической. То есть отказывая себе, своей семье в финансах, значит, построил этот магазин, или купил его, отработал ипотеку, либо у муниципалитета выкупил за 5 лет по 159-му закону. В любом случае ты создал. Сейчас они говорят, ну, молодец, создал, плати. То есть если бы ты, там, 10 лет назад подумал, а надо ли мне во всем отказывать и кропеть, и создавать этот, значит, торговый объект, многие предприниматели точно подумали, что это не надо делать. Слишком короткие сроки даются. Для того, чтобы устоялся бизнес и смог развиваться нормально. Это особое мнение Андрея Вавилова. Мы продолжаем ежегодно в течение ближайших 5 лет из собственного дохода Кирова на развитие малых бизнес-отраслей будет выделяться чуть более 6 миллионов рублей. И это планы развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Киров до 2024 года. Такой знаковый документ, он появился на сайте городской администрации на прошлой неделе. И там есть несколько примечательных утверждений, которые связаны с первой темой, на самом деле, которую мы только что обсудили. И я прошу вас разъяснить эти утверждения. В первую очередь, я прямо цитирую по документу, малое и среднее предпринимательство – это переходный этап к возникновению крупных предприятий, а не самостоятельный элемент экономики. Это действительно так? Потому что в моем представлении, и исходя из нашего опыта в ведении разворотов на бизнес, малое и среднее предпринимательство – это серьезный такой слой бизнеса, который стабильный дает приход в экономику любой страны западной. И об этом любые отчеты говорят. Есть действительно часть экономики, экономика, так скажем, это услуги. В основном услуги, часть торговли, которая, условно, мастер своего дела. Это не может быть крупным бизнесом. В любом случае, если человек делает что-то руками, парикмахер, художник, репетитор, в конце концов, даже учитель – это все равно искусство. И строить империи парикмахерских, ну, это, наверное, да нет такого. Ресторанный бизнес – это тоже дело индивидуальное. Пока у тебя есть хороший повар, он тебя хорошо готовит. Если ты сам являешься хорошим поваром, значит, у тебя ресторан хороший. Вот такое отношение к малому и среднему предпринимательству, которое обозначено, я понимаю, что это генеральная линия. Не просто сами в городе Кирове придумали такую историю. Это, видимо, такая генеральная линия по стране. Если утверждается, что МСП не может существовать как малое и среднее предпринимательство, а обязаны вырасти в большое, то какие последствия такое утверждение несет за собой? Я думаю, что действительно часть малого бизнеса вырастет в большое. То есть это, ну, как обычный жизненный цикл. Кто-то вырастет, а кто-то нет. Кто-то останется на том уровне, на котором останется. Кто-то может перестать быть, в принципе, бизнесменом. Само утверждение о том, что из малого вырастают большие, оно среднее и большие, это правильно. Нельзя начать... Да, утверждение, что это всего лишь переходный этап. Это как будто обязаловка, что ты обязан вырасти в большое предпринимателя, иначе сокроешься, вот мы тебе отменим ЕНВД, подбросим еще какой-нибудь налог. Ну, давайте, ЕНВД никак не связано с городской, вот тем документом, который, значит, вот у нас родился, и он в общем доступе. Про 6 миллионов, про которые заложено. Вот мы были на последнем коэтационном совете, в очередной раз у нас меняется схема размещения НТО. Несационарных торговых объектов. И опять есть предложение архитектуры городской, какой-то родить облик. Он имеет место быть, то есть, ну, они считают, что в центральной части города должен быть такой-то облик. В удаленных районах, которые более современные, может быть, не такая картинка, она более должна быть современной. Тут нельзя не согласиться, но тем не менее, я бы вот городу порекомендовал вот эти 6 миллионов направить как раз на поддержку тех вот этих НТО, которые бы поменяли внешний вид и переукрасили наш город. Сумма небольшая, но тем не менее, на какую-то конкретную задачу, на отправке не просто размашки, пусть и небольшие эти деньги, 6 миллионов. Я думаю, что одну маленькую задачку можно решить такими деньгами. Конечно, для города Кирова это минимальная сумма, на которую может рассчитывать непредпринимательство. Но так, значит, нас любят депутаты, которые, бюджет у нас, в общем-то, верстается, все равно утверждается городской думой. Поэтому надо работать с депутатами, чтобы больше денег выделяли. А на что конкретно эти деньги все-таки направлены? На то, чтобы возникали новые субъекты предпринимательства или на поддержку существующих? Ну, на сегодняшний день сохранить бы тех, которые есть. Я не разговаривал с Александром Алексеевичем Сидельниковым, начальником управления. Возможно, это ярмарочная деятельность, еще какая-то. Я просто не изучал вопрос этот глубоко. Не могу сказать, на что будут направлены эти деньги. Еще одно утверждение, которое содержится в этом документе. Он опубликован действительно на сайте городской администрации. «Развитие социального предпринимательства давно стало одним из эффективных способов решения общественных проблем». Давно ли в Кировской области социальное предпринимательство так сильно развито, что эффективно решает социальные проблемы города? Вы можете перечислить предприятия, которые эффективно работают как социальное предпринимательство? У меня в голове только детские сады. То есть они решают проблему нехватки детских садов. Их минимальное количество. И все время этот вопрос поднимается, и говорят, что невозможно нормально существовать, лицензироваться и развиваться. Потому что нет помещений, высокая аренда и так далее. Есть у меня, вокруг меня есть несколько детских садов, которые я знаю, я бываю внутри. Я бываю на проверках в этих детских садах, когда проверяют контрольно-отзорные органы. Я не скажу, что их мало или много. В любом случае, если они частные, то там есть какая-то доходная составляющая, которая ложится в конечном итоге на родителей. Не будет частный детский садик существовать, без убыток точно не будет существовать, если нет такого родителя, который под себя создал детский садик для того, чтобы он был для своих детей. Меня интересует само утверждение о том, что давно стали эффективные социальные предприниматели эффективным способом решения общественных проблем. На мой взгляд, они еще вообще, социальное предпринимательство в городе Кирове и в области, не разлито. Нет, то, что это в зачатии, это совершенно в зачатии. И как раз вот часть, может быть, город мог бы, я не знаю, есть компенсация, кто не получил путевки детской сады? Я прошу прощения, вот здесь, на этом вопросе, есть ли компенсация, мы должны прерваться на полминуты и продолжить. Продолжаем разговор. Андрей Вавилов сегодня высказывает свое особое мнение. Мы возвращаемся к документу, который на прошлой неделе муниципальное образование города Киров опубликовало на своем сайте. Он касается поддержки и развития малого и среднего бизнеса в городе Кирове непосредственно. Продолжаем разговор о социальном предпринимательстве. В Кирове о документе сказано, что развитие социального предпринимательства давно стало одним из эффективных способов решения общественных проблем. Мы пытаемся посчитать, сколько же у нас социальных предпринимателей. И действительно ли они такой уж инструмент, давно сложившийся, который как-то влияет на решение общественных проблем. Вот возвращаясь к садикам. В прошлом году, я помню, на общественной палате поднимался этот вопрос, и выступали предприниматели, которые этим занимаются. Они говорят, что, к сожалению, наоборот, препонов очень много. Конечно, мы знаем, как проверяются эти объекты. Очень много проверок. Во-вторых, найти помещение для садика по хорошей ставке, чтобы арендовать, крайне сложно. В городе Кира их практически нет, они отсутствуют. В-третьих, люди, которые могли бы пользоваться услугами частных детских садов, их гораздо больше, но просто денег нет на частный садик. И поднимался вопрос о том, чтобы выделять компенсацию какой-то родителям, которые не получают путевки, для того, чтобы они их, например, могли вложить как часть платы за детский сад. Но насчет компенсации в таком случае... Я бы, вот, не знаю, надо обращаться к депутатам, считаю, что если человек с ребенком не смог, родители не смогли получить путевку в детский садик, ввиду их недоступности, да, на основном страдают еще те, кто родился в конце года. У нас вот так ставлено положение о том, что первое приходят в списке те, кто родился в начале года, а кто родился в ноябре-декабре, им садик либо на чертовных куличках, либо вообще не хватает. Тем родителям, которые, я считаю, что должна быть компенсация. Потому что же у нас, и, во-первых, тот, кто вводит садик, там не полностью же оплата идет, то есть там уже бюджет доплачивает какие-то деньги содержанию детей. То есть я вожу в детский садик, уж не знаю, по воле судьбы или по счастью, или по несчастью, допустим, оплата примерно 2,5 тысячи рублей или сколько. Это родительская оплата. Это родительская оплата. А город доплачивает что-то, мы считали, больше 6 тысяч в месяц на одного ребенка. Ну вот эти деньги, 6 тысяч можно было бы компенсировать, придумать механизм, чтобы люди на этом не употребляли, и компенсировать. И тогда частные садики могли бы развиваться, если мы не успеваем бюджетом, значит, обеспечить всех бюджетными местами, то, в общем-то, это было бы хорошее подспорье. И тогда можно на всех углах трубить, что у нас есть социальное предпринимательство, оно развивается, мы его поддерживаем, мы вместе, частное государственное партнерство, решаем эти вопросы. Потому что мы с вами нарыли только одну тему более-менее, которая на поверхности, по социальному предпринимательству. А здесь еще масса отраслей, где могли бы работать эти предприниматели. Могли бы. У нас медицина очень-очень острый вопрос. Насколько частная медицина может взаимодействовать с государственной? Мы до сих пор никакой середины не нашли, это только еще дорога с параллельным движением, и за редким исключением есть пересечения, чтобы добраться. Но это областной вопрос, не городской, поэтому... То есть вы не согласны с этим утверждением? Я не согласен, что его не существует. Я не согласен, что ничего не делается. Нет, делается. Только вопрос, насколько эффективно, если городские власти захотят нас услышать, мы готовы, в общем-то, как предприниматели предлагать что-то. Да, возвращаясь к 6 миллионам рублей, которые Киров ежегодно на развитие малых бизнес-отраслей будет выделять, вы сказали, что это крайне небольшая сумма для того, чтобы действительно какой-то толчок к развитию дать, если я вас правильно поняла. А понять, во что именно будут вкладываться вот эти вот деньги, причем надо понимать, что это все-таки не чьи-то деньги, это деньги налогоплательщиков, и должны ли налогоплательщики, мы с вами, тратиться на то, чтобы развивать чей-то бизнес? Ну, когда мы создавали бизнеса в 90-х, ну, давайте только не будем путать время, да, конечно, нам никто денег не давал. Понятно, что и налогообложение было совершенно разное, еще что-то, другие совершенно времена сравнивать нельзя. В бизнес, наверное, вкладываться не надо, но в какие-то стартапы, гранты, которые бы, может, вот как раз в социальном предпринимательстве можно было бы поддерживать. Именно тот бизнес, который решает часть муниципальных каких-то необходимых для города услуг, я считаю... А в торговлю? В торговлю... А в рестораны, о которых вы говорили? В торговле и рестораны, они работают в рынке, у них есть конкуренция. Если мы кого-то будем финансово добавлять, кому-то денег, мне кажется, нет. То есть поддерживать нужно именно социальных предпринимателей, вы считаете? Социальных предпринимателей, да, но каких-то инноваторов, которые действительно городу какая-то помощь будет. Считаю, что бизнесу помогать. Есть фонды для этого, есть областной фонд поддержки малоприимации. Приди, получи как. Единственное, грантовая система не отработана. Насколько деньги безвозвратные раздавать, ну, появятся тогда халявщики. Вот грань очень сложная. Выдать деньги и забыть про них. В социальном предпринимательстве, наверное, есть смысл, чтобы... Если город не совсем сам успевает, есть смысл поддерживать. И, как итог, приведет ли эта программа к заявленным ожидаемым результатам? Я процитирую документ. Значит, в постановлении указаны эти результаты, среди которых снижение административных барьеров, снижение административных барьеров, внимание, создание комфортных условий для ведения бизнеса, увеличение количества экономически активных субъектов МСП и числа работников, создание благоприятной среды для развития инновационного предпринимательства. Вот это вот все создание, создание, создание... Я думаю, это набор фраз пока. Это набор фраз. Для меня это набор фраз, потому что... То есть тогда эта программа экономически выверена или это все-таки профанация с набором фраз? Ну вот за 6 миллионов. Давайте пойдем от денег. В любом случае мы экономисты считаем. Вот сколько денег выделили? Вот 6 миллионов управляют, раздадут, прокомпенсируют или еще что-то. Вот это да, а все остальное... Ну как бизнес заставить что-то сделать? Нужно создать условия. Контрольно-административное, если давление снизят, это значит меньше контролеров из городской администрации будут куда-то ходить. Что они контролируют? Какие функции у нас у города? В основном контрольно-адзорные органы у нас федеральные либо областные. У городских есть, конечно, надзор за строительством, архитектурные какие-то вещи. То есть под каждым этим утверждением должны стоять конкретные цифры, чего станет меньше, а чего станет больше. Да, сказали бы, допустим, разрешение на строительство выдаем не 8 дней, не 10, а 2 дня. Вот это конкретный, значит, вклад чиновников городской администрации. Еще какое-то разрешение. Ну, то есть вот укорачиваем сроки для вхождения в бизнес, чтобы человек не год строил, а строил на 3 дня меньше, потому что, значит, 3 лишних дня он ждал это разрешение на строительство. Но нам, предпринимателям, если я знаю, что выдаётся разрешение на строительство 10 или 8 дней, или сколько там сейчас, я за это время что-то поделаю. Для нас вот такие уже какие-то, я знаю, что сейчас вообще с разрешением на строительство достаточно всё хорошо. Я просто когда строил Макдональд, всё это проходило. Поэтому давайте вместе придумаем, как можно жизнь предпринимательству облегчить на уровне города. По крайней мере, надо общаться с предпринимателями для того, чтобы задавать какой-то вектор развития. Мы говорим, вот мы туда-то идём, то-то поддерживаем. Как поддерживаем? Морально, технологически, ярко, ну, какой-то деятельностью. То есть если торговлю, так торговлю парикмахерские развивают, так парикмахерские. Все побежали развивать парикмахерские, все побежали детские садики развивать. Скажите вектор развития, куда идёте общими францами. Ну, инновационная принимация замечательная, только в какой отрасли? Инновационная принимация – это, инновация – это, ну, может быть, ну, вот, урна стала по-другому переворачиваться, мусор не стал выпадать на проезжую часть куда-то или на тротуар. И пищик ещё при этом, когда заполнен, подаёт сигнал. И это тоже инновация. Может быть, надо как бы приземлить, как бы, вот, не знаю, урбанистические форумы какие-то проводим. Там, может, будет совместить. Туда прийти с грантом, сказать, вот один из победителей урбанистического форума получит грант на, там, то-то, то-то, то-то и доведёт просто, там, идею, которая в облаках или в карандаше нарисует. Ну, там, вот, победитель этого форума, может быть, я думаю, что вот такие бы вещи поддерживать, молодёжь поддерживать вот этим шестимиллионами, ну, поддержите два-три человека, которые для города что-то сделают. Наши, шесть миллионов, по два миллиона на три человека. И всё. Так значительно. Не увеличишь в цифре количество малых предпринимателей. Сказать, что это плохо, это неправильно. Могло быть ноль. Вот с чем сравнивать? С нулём? А если это всё только на бумаге будет, эти деньги уйдут на вот, вот, на мероприятия, которые ни к чему не приведут? В любом случае отчитаются. Отчитаются, конечно. Ну, тогда это плохо, а не хорошо. Если просто отчитаются, да, это плохо. А если сделают хотя бы одну маленькую конфетку, это очень хорошо. Давайте начнём с одной конфеты. Не бывает, вот если, ну, у нас есть с вами 30 человек больных, и есть 30 таблеток. А курс лечения 30 таблеток или 15. Мы не можем 30 человек вылечить 30 таблетками. Тяжёлый моральный выбор. Мы их с одной таблеткой можем до утра поддержать. Может быть. Вопрос, как бы, а все остальные? И последние полминуты у нас остаётся, вы говорите, спросите у предпринимателей. Вот эта программа, как вы считаете, она на основе как раз работы плотной с предпринимателями создавалась? Ну, Александр Алексеевич Сидельников у нас очень активный. По выпускникам президентской программы, там не все предприниматели, там часть менеджеров, которые учились. Я знаю, что там широко взаимодействуют. Взаимодействуют ли он с общественными организациями, но мы взаимодействуем как по России на уровне Координационного совета, который вот собирается. Вы не участвовали в разработке этого документа. Я в это лично, и опору России, в это, может быть, какие-то индивидуумы нашей организации, которые участвуют. Но вы ничего про это не знаете, как руководитель нашей организации. Откуда она взялась, я не знаю. Прервёмся на полторы минуты. Напоминаю, это особое мнение Андрея Вавилова. Добрый день, это программа «Особое мнение». Мы продолжаем разговор с Андреем Вавиловым. У микрофона работает Светлана Занько. Продолжаем. Ассоциация «Чистая страна» – это ассоциация, которая объединяет рекоператоров, которые участвуют в мусорной реформе. С нашей стороны это АО «Куприд». Провела исследование и дала оценку качественности и эффективности работы рекоператоров. «Куприд» признан высокоэффективным оператором, и при этом ассоциация перечислила те факторы, которые тормозят проведение мусорной реформы в Кировской области. Внимание! Среди этих факторов – снижение нормативов накопления ТКО, уменьшение единого тарифа и сложности при строительстве на полигоне в Осенцах из-за судебных тяжб. Ну вот, что касается снижения нормативов накопления ТКО и уменьшения единого тарифа, это то, чего требовала общественность. За что выходила на митинги, в общественной палате бесконечно обсуждала и даже судилась. И это признается тормозящими факторами. Согласны? Нет, я с этим фактором не согласен. Я думаю, что все равно все тарифы утверждал РЭК. И РЭК должен был... Либо они изначально были как-то завышены, или кто-то невнимательный, что-то... Как-то ведь их законы ведь снизили. Я понимаю, что, может быть, под давлением общественности, но ведь нельзя просто так придумать тариф. Я просто сам учился и защищал энерготариф. Правда, давно уже это было в 2000-х. Но как формируется энерготариф, он формируется... Любой тариф, он формируется из затрат. Вопрос инвестиционной, инвестиционной, я сейчас не буду... Я не знаю, относят ли инвестиционные затраты в тариф сейчас в части и в какой части. Я тут врать не буду. Но все-таки инвестор, который пришел вот в этот бизнес, наверное, что-то считал. И, наверное, считал одно, потом дали, потом посчитал из другого. Люди посчитали это несправедливо. Люди посчитали несправедливо. Вот все это как бы... Вот губернатор Краснодарского края сказал, вот пока эта катавасия в стране год идет, мы ничего менять у себя в Краснодарском крае не будем. И никакой мусорной реформы пока не проводил. И сидит, наверное, похохатывает, как вся страна мучается. Знаю, что часть, по-моему, или в Астраханской, или в Волгоградской области уже таких операторов, к сожалению, закончилось существование. То есть есть практика уже достаточно печальная. То есть рекоператор уже закончился, несмотря на то, что мы еще только реформой занялись заниматься. Поэтому еще набьем шишки, но рано или поздно, то есть цель-то сама облагая, чтобы мы жили, не завалились в помойках. Но ведь от нашей с вами культуры зависит сортируемый пластик, не сортируем. Что значит от культуры, куда его сдавать? Вы же знаете, что некуда, Андрей Николаевич. Мы можем с вами насортировать, но некуда сдавать. И тогда в социальное предпринимательство. Вот, между прочим. Вот еще одно направление, которое город мог бы обозначить. Город выделите тогда места, где будут принимать пластик, или еще как-то, или предпринимательство с городом договоритесь, чтобы... Мало его принимать, его же перерабатывать надо. Я помню, в 70-х по городу ездила машина, которая убирает город. На ней написано было, чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. Так вот, мусор-то ведь от нас с вами, от меня тоже, и, Светлана, я вас пока не буду оговаривать, но от всех нас жителей в городе есть мусор. Я регулярно выбрасываю пакеты с мусором, несортированные, потому что сортированные никуда не идут. Никуда не идут. Так может быть, вот культуру-то в этом повышать, как бы... Может быть, МСП в этом развивать направление? Открывать предприятия по переработке? Ну, наверное, да. Даже не спориться, только экономика в бизнесе правит экономикобалом. И стабильностью законов. Если мы каждый день повышаем всякие налоги, какой нормальный инвестор будет вкладываться? Вот верно. Ну, вернулись на начальную точку. Мы вернулись в первом пункту. В первом пункту. В пункт первый. Не трогайте налоговое законодательство. Не путайте предпринимателей каждый день. Сегодня плачу, завтра не плачу, просто завтра опять плачу. Ну, и с этим тарифом то же самое вышло, что ли. Его сначала установили, потом снизили. А сейчас что с ним делать? Сейчас рекомендатор, наверное, посчитает, что, к сожалению, я не укладываюсь. И что будем делать? А доходы населения снижаются? Доходы населения снижаются. А что с мусором и юрлицами, Андрей Николаевич? Куприд заявляет, что крайне неохотно юрлицы заключают договоры. Расклад примерно такой. Юрлиц больше 60 тысяч. Даже в свое время ОСАХ заявлял, что их около 80. А договоров всего около 6 тысяч. Мы, как предприниматели, как раз смотрим вот эту всю катавасию и ждем, когда она закончится. А куда мусор складываете, извините, если у вас нет договоров прямых? Есть договор, то есть. Это у вас есть. Есть договор, да. Вот, а я говорю, привожу цифры, которые приводит оператор. 60 тысяч предпринимателей, усредненные, и 6 тысяч договоров. А откуда они взяли 60 тысяч, что у них раньше не было договоров? По налоговой. То есть откуда это сейчас взялось 60 тысяч предпринимателей? Их и было, их и было, их и было. А до этого не было у них договоров? Нет. А сейчас нужно заключать. Но заключают-то неохотно. И мусор по-прежнему складывают на мусорные площадки в насилии. А где вы взяли 60 тысяч предпринимателей? Здесь было заявлено. В наших эфирах Михаил Шихов в свое время говорил вообще о цифре какой-то чуть не 80 тысяч. Гораздо меньше. По статистике у нас есть. По статистике налоговой инспекции? Их меньше. Их меньше? Ну, конечно. Ну, что вы считаете, что каждый предприниматель мусор генерирует? Я не считаю. Ну, как не генерирует-то? Любой человек генерирует мусор. Вообще предприниматель у него бизнес, если по-нормальному, это вообще частный бизнес. И что? А закон требует заключения договора. Нет, у каждого предпринимателя есть даже офис. Вот если вы так думаете, так мусорная реформа вообще никуда не продвинется. Если сидят там 50 тысяч предпринимателей и думают, я не генерирую, и складывают свой мешочек на жилую, на площадку мусоразборочную к жилому подъезду. Я услышал. Так куда же мы пойдем? Я услышал, но мы как предприниматель... В опоре России не обсуждали этот вопрос? Обсуждали. Так. Считаем, что тариф вырос в несколько раз. Мы с вами здесь в эфире обсуждали. Он несправедливо вырос. Поэтому платить мы пока не все собираемся. Если честно, вот доведу до сведения, до публичного, что бизнес с такими выросшими тарифами для кого-то в 10 раз не спешит заключать договор. А зачем ему... А дальше вы говорите про культуру какую-то, про эффективность реформы. Ну, в 10 раз мы точно не готовы. А это не культура, нам в 10 раз поднять платежи по... Поднимите, в полу раза. Поднимите в 10 процентов. Зачем нам в 10 раз поднимать тарифы? То есть вы тоже сейчас на авось надеетесь, не заключая договор, получается? У меня есть договор. Там, где я генерирую мусор, у меня есть договор. Даже вот... Я, вы, имела в виду бизнесмены. Бизнесмены? Которые обсуждали и не собираются платить. Мы ждем, когда все устаканится, на самом деле. Потому что вот эти социальные взрывы, которые идут с мусором, они, конечно, нас тоже касаются. И как раз снижение-то произошло по предматисту, по моим понятиям. Это везде в прессе было написано, что не касается людей физических. Ну, просто людей. Ждем, когда все устаканится, тогда придем и заключим договора. Но, наверное, не все. Не все, потому что это опять какой-то косвенный налог. Андрей Вавилов, ТВ «Особое мнение» сегодня мы слушали. Спасибо и всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM